Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Какие новые, что нас ожидает в этом году, куда будет проект дальше развиваться. Обо всем об этом мы поговорим с одним из авторов проекта, историком Антоном Касановым. Ну и опрос у нас на нашем сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте посвящен этой теме. Экскурсии по Кирову вам интересны, либо неинтересны? Вот сейчас я смотрю предварительные итоги ВКонтакте, 60% за вариант интересный. Ну а в первом часе мы поговорим о благотворительности. И в частности о показе особых моделей и благотворительном аукционе «Рорди. Дорога и добра» на Гауди Fashion Night. Мероприятие прошло в минувшую субботу. И в Гауди показали коллекцию футболок с принтами, сделанными на основе рисунков особых детей. После этого прошел благотворительный аукцион о том, нужно ли это, кому это нужно, о нестандартных формах благотворительности, таких как забеги, аукционы, благотворительный фитнес и так далее. И мы поговорим сегодня с Верой Каратаевой, специалистом по благотворительным акциям общественной организации «Родители и детей инвалидов. Дорога и добра». Вера вот буквально через пару минут будет в нашей студии. И Вячеславом Вакушиным, генеральным директором компании «Мехико». Вячеслав, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Также по телефону у нас сегодня будет Владимир Валерьевич Шабардин и Анна Альминова. Я объясню, при чем здесь все эти люди и почему сегодня у нас в студии Вячеслав Вакушин. Дело в том, что на благотворительном аукционе коллеги из «Роди Дорога и добра» решили продавать не какие-то материальные лоты, а людей. Так они позвонили мне и сказали, Юля, мы решили вас продать. Таким образом, собственно, родился этот эфир, потому что моим лотом был эфир с покупателем лота на радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове. Вера, здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Владимир Шабардин продал мастер-класс игры на гитаре, Анна Альминова свою легкоатлетическую тренировку. Ну и, собственно, давайте мы начнем наш эфир. Вера Каратаева, специалист по благотворительным акциям общественной организации «Родители и детей инвалидов. Дорога и добра». Да, Вера, вы сейчас отдышитесь. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, перейдем уже непосредственно к самому мероприятию. Юля принимала участие непосредственно там. И все-таки это не первый раз уже проходит «Гауди фэшн найт». И здесь впервые это объединили с проектом «Дорога и добра». Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. То есть в рамках такого большого красивого фэшн мероприятия прошел благотворительный аукцион и показ детей с особенностями развития. Ну я думаю, Вера нам сейчас расскажет, как вообще пришла идея организовать это мероприятие, каких целей добиться и что удалось добиться. На самом деле идея нам поучаствовать в мире моды с нашими ребятами была у нас давно. Это наша давняя-давняя мечта. Дело в том, что потенциал наших ребят очень большой, огромный. И творчеством наших ребят можно восхищаться. Оно достойно уважения. И имеет применение в разных сферах. Можно работы наших детей использовать. И было очень неожиданно и очень приятно, когда «Яркий город» — это инициатива была их, когда они пригласили нас. Организация «Яркий город». Да, организаторы «Фэшн Гауди Найт» пригласили нас, сказали, не хотите ли с нами поучаствовать. Мы очень обрадовались и, естественно, быстро включились в процесс. Мы, правда, до последнего не верили, что всё это реализуется, что всё срастётся. И мы произведём такой фурор. Мы очень... Боже, вы не представляете, как мы переживали. Мы переживали за наших ребят, потому что это очень большая ответственность. Это очень трудно. Переживали за родителей, потому что родители за своих детей очень сильно переживали. До последней минуты нервничали. Давайте ещё, Вера, расскажем, как это было, потому что те, кто не был, чтобы представляли себе в Гауди, на сцену вышли медийные личности нашего города с детками, с особенностями развития. То есть родители деток доверили нам. Доверили нам их, чтобы пройтись вместе с ними по подиуму. Логично, что и для родителей, и для детей это, наверное, было очень волнительно, потому что, я так думаю, было первый раз в жизни. Громкая музыка, свет, софиты в глаза, люди, которые тебе хлопают и на тебя смотрят. Вера, расскажите, пожалуйста, как деток отбирали? Кто пойдёт, кто не пойдёт? Вот как вы выбирали вообще героев вашего показа? Ну, для начала я открою маленький секрет. Это не первый раз, когда дети выходили на подиум. Вячеслав уже пару лет назад, да, предложил нам, чтобы наши ребята вышли на подиум в изделиях «Мехико». Это было, наверное, года два назад, да? Два года назад это было в торговом центре «Максимум» в нашем отделе. Да. А это что за мероприятие было? Это был просто показ меховых изделий тогда. Это не дети, конечно, создавали, но нам было очень приятно, что наших детей пригласили в качестве модели. Это был для нас большой сюрприз. И мы тогда, это вот был первый наш показ, первый проход детей в качестве модели. Наш, так сказать, первый пробник. Он тоже был очень хороший, он был успешный. Ребята показали себя очень хорошо. Тогда мы очень сильно волновались. Да. Тогда вообще прям первый раз. Мы даже предположить не могли, что наши ребята могут быть моделями на подиуме, представлять такие красивые, такие богатые, дорогие изделия, как меховые. А на Fashion Gaudi Night ребята, как отбирали ребят? Ребят отбирали по принципу, кто справится, кто эмоционально справится. Потому что это даже для простых, вот за себя скажу, я бы не смогла выйти. Я очень нервничаю, переживаю, когда выхожу куда-то на публику. И, естественно, дети наши, как любые дети, тоже переживали. И у нас был первый пробный проход, когда мы приглашали большое количество детей. И уже на этом пробном показе у нас выявилось, что кто из ребят справится, скорее всего справится. Мы не могли быть в этом уверены до последнего. Кто потенциально должен справиться, а кто уже сейчас на этом пробном показе, без света и музыки, уже начинает переживать и не может отойти от мамы. Вот по этому принципу. Других принципов не было. Хорошо. А вторую половинку пары, потому что с каждым ребенком шел кто-то из узнаваемых людей. Как выбирали вторую половину? Вторую половину выбирали по принципу, кто к нам соучастие переживает. Наши организации, наших друзей, те, кто поддерживает нас чаще всего. То есть мы знали, что они нам не откажут, что наших детей уже любят. Большинство уже между собой знакомы, встречались где-то, пересекались на других мероприятиях. И детям это спокойнее, то, что уже знакомое лицо. То есть это не чужой человек, которого они впервые увидели. Вот по такому принципу. Ну и, естественно, это вторая половина взрослой, взрослая модель должна была быть узнаваемой. Естественно, он должен быть первым лицом города по этому принципу. Хорошо. Вот у нас мероприятий было два. Сначала был показ, потом был благотворительный аукцион. Вер, я знаю, что давно вы вынашивали эту идею сделать благотворительный аукцион. А как это состоялось сейчас? Довольны ли вы результатом? Более чем. Мы очень довольны. Про лоты. Расскажите про лоты. Не все знают и почему решили продавать именно людей. Да, людей продавать оказалось весело. Веселее, чем все остальное. Людей продавать мы, правда, давно, это идея Ольги Шибеком. Какие были лоты? Давайте с этого начнем. Ольга Шибека, у нас специалист по связям с общественностью, уже очень давно мне говорила, что вот неплохо было бы когда-нибудь нам кого-нибудь продать. Конечно, тогда это казалось больше авантюрой, нежели каким-то проектом, гипотетически с результатом. Но когда мы подошли к этому уже как проекту и занялись разработкой, то, конечно, оказалось все очень интересно. Лотами у нас были некоторые аудиенции, интересы с людьми, опять-таки знаменитыми людьми городом. Это был мастер-класс игры на музыкальных инструментах от Владимира Шабардина у нас, уполномоченный по делам ребенка в Кировской области. Для самых щедрых он сразу же пообещал, что будет маленький концерт-квартирник. Ну вот мы спросим Владимира по телефону, мы будем его сегодня подключать. Если бы таких больших цен не было, честное слово, мы бы с девочками скинулись и такой концерт купили бы для себя. Лот просто потрясающий, очень-очень вкусный. Второй лот у нас был, это тренировка Сани Альминовой с чемпионкой нашей, с красавицей, комсомолкой и так далее. Мы не сомневались, что найдутся желающие потренироваться с такой очаровательной, обаятельной, таким профессиональным тренером. С участницей Олимпийских игр. Третий лот это был эфир. Собственно, вот этот вот эфир, который сегодня у нас идет. Я уже вначале сказала об этом пару слов. И последний лот, четвертый. Это прогулка на крутом мотоцикле с Валентином Пугачем. Тоже очень переживали, как это все реализуется, срастется ли у нас все. Все у нас получилось удачно. Все лоты у нас пользовались популярностью большой. И все вместе мы собрали 28 тысяч, продав людей. Вот давайте сейчас уйдем на небольшой перерыв. И после перерыва как раз поговорим с Вячеславом Вакушиным, который оказался покупателем моего лота. Спросим его, почему эта тема в нем так отзывается. Короткий перерыв и вернемся в студию. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.17 на часах продолжается программа «Дневной разворот». Говорим мы про необычный благотворительный аукцион, который прошел в рамках Гауди Fashion Night. Организовали его в том числе и организация «Дорога и добра». И в данный момент как раз таки получается, что один из участников нашего эфира получает свой приз. Это Вячеслав Вакушин, генеральный директор компании «Мехико». Ну я бы не сказала приз, я бы сказала честно, купленный лот. Да, Вячеслав как раз купил мой лот на благотворительном аукционе. Лотом был эфир на радиостанции нашей. Вячеслав, вот скажите, пожалуйста, почему тема эта настолько в вас отзывается? Я бы хотел вначале сказать, что мы сотрудничаем с РАРД «Дорога и добра» уже, наверное, на протяжении трех лет, может быть, даже чуть больше. Тема на самом деле непроста, и люди к благотворительности подходят, каждый по-разному. Для меня это всегда было некоторым, может быть, даже испытанием. В свое время я старался познакомиться и пообщаться с людьми, которые делают это легко. Скажу честно, для меня это было некоторое усилие. И даже сейчас это не просто. Гораздо проще ведь просто пройти мимо, там отвернуться. Дел полно, дел море, тут надо участвовать в чьей-то жизни. Мне кажется, до сих пор большинство людей проходит, отворачивается и живут. Что заставило вас не отвернуться? Вы знаете, еще раз хочу повторить, что мне это было интересно с точки зрения, как я не могу так легко подойти к благотворительности, у меня не получается, у других людей получается. И я стал потихоньку пробовать, я стал общаться с людьми, стал узнавать. И с какого-то момента, с какого-то приближения тебе уже гораздо легче это сделать. Ты принимаешь другого человека, проблему другого человека, ну где-то как свою. С расстояния это сделать сложно. Вот сокращение этого расстояния, оно в какой-то момент что-то включает в человеке. То есть ты уже другого не воспринимаешь как другим, воспринимаешь как в каком-то роде другом. Вячеслав, а вы на мероприятии рассказывали, что есть у вас личная история, связанная с благотворительностью. Вот расскажите нам ее еще раз, пожалуйста. Да, эта история была связана с трагедией в семье моего однокурсника. Он земляк с Курганской области. И у него, ну он погиб, у него остались дети, осталось двое детей. И так получилось, что и мама тоже, с ней тоже трагедия случилась, ее как бы отлучили, что ли. Вот, остались двое детей, остались на попечении бабушки и дедушки. И вот тогда я еще помню, что я первый год как бы немножко даже боялся к ним приехать. Первый год, ну как будто бы это близкий мой человек, это друг. И я не мог в течение года просто к ним приехать, ну в гости даже. Потом я переступил через себя, понял, что ситуация, ну, мне как-то нужно поучаствовать. И первым моим решением вот так поучаствовать и собрать деньги, ну это была наша встреча, встреча однокурсников. Мы раз в пять лет собираемся. Был 25 человек, и где я так, ну, попросил собрать людей деньги. Сделал я, правда, это закрытым способом, ну с помощью ящика посылочного. И первый опыт, честно скажу, мне не понравился вообще никак. То есть я ожидал, что люди хотя бы там, ну по тысяче, по две, по три, по пять. Каково было мое удивление, что там было в основном по 100 рублей. То есть, ну, все мои друзья где-то, они, так скажем, откупились. Но откупились, постарались откупиться как можно дешевле. Больше я не стал обращаться, это вот мой такой негативный где-то опыт. И мы договорились сначала вдвоем, мы помогали, потом третий человек присоединился. И мы, ну, на протяжении, может быть, лет восьми, девяти или десяти, каждый год мы просто скидывались по определенной сумме и отвозили. Это было, ну, существенно, скажем, на это что-то можно было там приобрести, купить. То есть, дом отремонтировали они. Вот. Но я понимаю, Руарди, допустим, у них-то нет выхода, скажем. Они ищут и таких людей, которые готовы по пять, по десять, по пятьдесят тысяч. И тех, которые по 100 рублей. То есть, я перестал этим заниматься, больше никому не обращаюсь, никого не агитирую. Но Руарди понимаю и поддерживаю в этом случае. Я побывал и с той стороны, и с этой стороны, так скажем. А расскажите, пожалуйста, про тот показ, когда Вы как раз пригласили особых детишек быть моделями для Ваших меховых изделий. Это было года два назад, получается. В сентябре есть день определенный, как он называется, день. По-моему, второй или третий сентября – это день детей как раз инвалидов. И мы с Зинаидой Зверевой разговаривали. И мне хотелось как-то поучаствовать, опять же, попробовать как-то нестандартно поучаствовать в жизни Руарди. Не помню, как состоялся сам разговор, но мы пришли к тому, что у нас есть подиум в магазине, есть площадка, пространство. Почему бы нам здесь просто не организовать показ? Мы также его периодически организовывали с моделями взрослыми. Почему бы детей не пригласить? Мы волновались. Страшно. Каково было удивление, что все прошло настолько легко, хорошо, красиво. Дети улыбались, интервью давали. Я сейчас немного жалею, что мы каждый год не сделали так традиционно. Можно было бы еще повторить. Очень хорошее мероприятие. Дети с подарками ушли. И вообще взрослые были довольны. Хотя волнение было сильное. Это положительный опыт. Что касается благотворительности. Раньше вы говорите, что только знакомились со всей этой сферой. Сейчас уже непосредственно вы участник благотворительного аукциона. А в дальнейшем планируете принимать участие, сотрудничать, продолжать с организацией Дорогой Добра? Да, конечно, планируем. Мне сейчас очень хотелось бы поучаствовать более тесно в реконструкции нового центра, который затеяли родители. Я здесь поражаюсь просто их стойкости, их целеустремленности. Это невероятно, там, большущий объем работ, там, по 100, по 200 рублей. Ну, сложно собрать. Тут нужно сразу подключать весь город, наверное, чтобы... Мы где-то считали, что, в принципе, если хотя бы половина жителей города по 50 рублей перечислила бы, то получается, по-моему, 15 миллионов. То хватит на ремонт, да? Да, можно по 350 купить кирпичик. Ну, мы, кстати, поговорим еще о вашем новом центре, о том, какие направления вы будете там развивать или открывать. Мы скоро будем набирать Владимира Шабардина, но я хочу перед этим, Вера, вас спросить. Вот вы лично ради чего в это все ввязались? Каких целей вы хотели добиться с помощью организации этого показа? Целей у этого показа, конечно, было несколько. Первое – это о том, что благотворительность, мы активно пропагандируем эту идею, может быть разной. Она может быть интересной, яркой. Это не обязательно нужно просто что-то давать. Это может быть вин-вин, когда все стороны получают какой-то свой профит, какое-то свое удовольствие от процесса. Мы максимально много на эту тему работаем. Мы придумываем самые разные варианты, как можно помогать и участвовать в жизни нашей организации. Это первое. А второе – это, конечно, о том, чтобы рассказать о том, что наши дети прекрасны, что то, что они делают, прекрасно. И ни в коем случае нас не надо ни сторониться, ни бояться. Можно с нами вместе жить и даже получать удовольствие от общения с нами. Ну вот сейчас мы как раз поговорим с Владимиром Шабардиным. Он у нас на связи. Владимир Валерьевич, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Добрый день. Добрый день. Владимир Валерьевич, вы были одним из лотов на благотворительном аукционе «Рорди. Дорога и добра». А в первую очередь, наверное, хочется спросить ваши впечатления от показа и от аукциона, потому что показ вы видели непосредственно из зала со стороны. Да. Я хочу сказать, что все смотрелось очень достойно, очень красиво и вообще никак не выбивалось из всего мероприятия. Это были очень красивые принты. Никто из детей не смущался. Наоборот, все улыбались и махали руками. Ну, очень достойно. Я рад, что такое мероприятие впервые в городе у нас состоялось. Аудитория воспринимала очень хорошо. Я думаю, вот это то, что называется безбарьерная среда в действии. Владимир Валерьевич, вот ваш лот ушел за 13 тысяч рублей на благотворительном аукционе. На самом деле, дороже всех, потому что все... Практически половина средств. Да, практически половина всех средств. Когда вас пригласили поучаствовать, почему вы согласились? Да, чем эта тема так отзывается в вас? Ну, во-первых, я не мог не согласиться. Меня поставили перед фактом. Мы очень давно знакомы и дружим с Дорогой Добра. Мы с моими друзьями занимаемся музыкой очень давно. И мы регулярно даем благотворительные концерты. И вот в рамках второго проекта «Облокоходцы» мы уже помогали организации Дорогой Добра. Мы покупали оборудование, которое и сейчас используется в их деятельности. Поэтому, когда Оля Шибека позвонила, он сказал, Владимир Валерьевич, мы тут продаем мастер-класс от вас игры на музыкальных инструментах. Я говорю, ну, хорошо, пусть будет так. Меня не спрашивали, что за лот будет, а поставили перед фактом. Но, тем не менее, обратной пути нет. Мы обменялись телефонами. Я знаю, кто лот купил. Значит, люди готовятся серьезно. Собираются, готовятся оборудование аппаратурой. Готовятся серьезно? Это что значит? Билеты на концерт продают? Нет, нет. Они скажут, что они больше никого не пустят. У них есть группа товарищей. Это действительно будет такой персонифицированный концерт небольшой. Все по-честному, как было договоренность. И, кстати, Борис Семенович Файбушенко, который вел вот этот аукцион, большой друг, он сказал, что поднимайте цену, я тоже приеду с ребятами. То есть, он с нами. То есть, это будет, получается, уже небольшой квартирник, а не просто мастер-класс? Или мастер-класс плюс квартирник? Ну, квартирник. Я думаю, что мы уже в формате квартирника остановились. Действительно, люди торговались и цену обозначили. Поэтому это будет квартирник, да, настоящий концерт. А вы ожидали такого ажиотажа на ваш лот? Потому что за вас прям борьба была. Ну, приятно, честно говоря. Но в любом случае, сколько бы средств не было, и перечисленная дорога добра, мы бы выполнили свои обещания. Владимир Валерьевич, а как вы относитесь к таким нестандартным формам благотворительности, когда не просто приходят и просят денег, просят помочь, а к благотворительным аукционам, забегам, фандрайзинговым мероприятиям? То есть ко всему тому, что интересно по форме? Это хорошо. Ну, во-первых, любая помощь, она хороша в любых формах, да. Но здесь есть возможность в любом случае на этих мероприятиях увидеть конкретных детей, в помощь которым эти средства будут направлены. То есть не просто собрали средства, куда они пойдут, сколько, ну, непонятно. То есть здесь есть конкретная организация, которая с этими детьми работает, которая никуда эти средства не отправит по другому направлению. И вот после таких мероприятий появляются новые-новые люди, которые уже от этой темы не отходят. То есть один раз участвовать в благотворительности, в хорошей такой, ну, невозможно так равнодушным в следующий раз. И люди сами подходят, спрашивают, о чем мы можем помочь, может быть, мы что-то можем провести. Поэтому я думаю, что здесь после вот этого мероприятия добавится, во-первых, друзей в Дорогу и Добра. Все увидели детей, с которыми они работают. И я очень надеюсь, что это только вот первая там небольшая часть средств, которая была собрана, вот, и за ними средства пойдут еще. Владимир Валерьевич, а что касается участников аукциона, как вам показалось, есть отклик в городе? То есть действительно был ажиотаж на аукционе? Ну, я не назову это прямо вот ажиотаж, да. Сумма средств все-таки, она такая, ну, скажем так, как сказал Борис, за кулисами сказал, вот, надо было провести этот аукцион на День строителя. Мы столько денег собрались. Ну, то есть я понял, что это как предложение в следующий раз. Вот, но, во-первых, отклик в зале был. То есть было воспринято очень позитивно. Это первый только пробный шар у девочек, которые проводили. Я думаю, что, ну, там, если будет подобная аукциона проводиться, то в следующий раз определенная сумма средств будет собранная больше. Спасибо большое. На линии у нас был Владимир Валерьевич Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Сейчас нам нужно прерваться на небольшой перерыв, и буквально через минуту-две мы продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Это программа «Дневной разворот». В студии по-прежнему Александр Асохин и Юлия Афанасьева. И мы продолжаем говорить про благотворительный аукцион в рамках «Гауди Фэшн Найт», которая организовала в том числе и организация родителей детей-инвалидов «Дорога и добра». 29 апреля она состоялась. Да, Вера Каратаева из «Дорога и добра» у нас сегодня в студии. Вячеслав Вакушин, генеральный директор компании «Мехико», который, собственно, и купил один из лотов этого аукциона. Вот знаете, что интересно? Вера, вы очень активно ведете просветительскую работу. Вы делаете много проектов. Это и фотопроекты, это и фандрайзинговые забеги, и благотворительный фитнес. Видите ли вы, что отношение в обществе к вашим деткам меняется? То есть у всех этих проектов есть ведь еще и просветительская цель, не только ради того, чтобы деньги собрать? Ну, я могу сказать даже просто за себя, как за человека, который пришел в организацию три года назад работать. И что случилось вот хотя бы за эти три года, какое изменение произошло? Мне кажется, изменения в обществе набирают обороты. И ведь человек как относится? Если он что-то не знает, он этого сторонится? Или опасается и относится негативно? А после того, как он получает какую-то информацию, к нему уже формируется более осознанное мнение. Так же и к нашим ребятам. Если у человека нет информации по поводу того, кто эти люди, как с ними можно общаться, что они могут, чего не могут, что можно ждать от них, уж на то пошло, то у него, естественно, сначала осторожно такое отношение. А после того, как мы рассказываем, очень много показываем и в СМИ, и на сайте, и в мероприятии. И за эти три года только на моей памяти очень много мероприятий таких городских, где мы привлекаем всех жителей города на участие. Мнение, конечно, меняется. Вы даже представить не можете, как было приятно читать отзывы после фэшн в интернете, в соцсетях, когда люди пишут, что это самая важная часть мероприятия была, показа этого, что это была самая сильная часть мероприятия, самая трогательная. Отзывы все вот в таком ключе. И ребята ни в коем случае не вызывали никакую жалость, а вызывали уважение и умиление. И это было трогательно, на самом деле. Я смотрела на все это из зала. Правда, я не объективна, конечно, но мне казалось, что мы очень крутые. И мы выглядели очень ярко и красиво. Вот из вот этих кусочков, из этой мозаики, формируется отношение общества к нам, как к семьям, к нашим детям. Вот это все формирует в последующем и будущее. Наши дети, когда вырастут, будут трудоустраиваться, как к ним уже будет работодатель относиться. Вот всю эту почву, всю эту фундамент закладываем и сейчас. Ну, то есть вы чувствуете изменения? Конечно. Изменения, причем они, я говорю, набирают обороты. То есть все лучше, все спокойнее относятся к нам. Нас уже точно не боятся, не сторонятся. Я уж не знаю, как там раньше было. Но отношения абсолютно спокойные. Даже на каких-то вообще, ну, таких площадках, на праздниках. Да, в бытовых абсолютно. Сколько удалось собрать по итогам мероприятия средства? 28 тысяч мы собрали лотами. Куда эти деньги пойдут? Ну, естественно, денежки у нас пойдут на нашу уставную деятельность. Мы, денежки идут на развитие и реабилитацию детей наших с особенностями развития. И сейчас в том числе на ремонт нашего нового центра. То помещение, которое нам дало город, наши долгожданные 500 квадратов, которые мы должны отремонтировать, на ремонт в том числе пойдут. Ну, и если мы не найдем организацию, которая захотела бы нам помочь и заняться производством, то есть печать, отшив футболок, потому что эту историю мы не хотим закончить. То есть вы хотели бы поставить производство этих футболок на поток? Да, и мне кажется, что это было бы и логично, и они пользовались бы успехом, потому что уже сейчас у нас спрашивают, где можно такие футболки взять, где их можно купить. Поэтому сейчас мы ищем, и, может быть, кто-то откликнется после эфира, найдутся желающие поработать с нами, может быть, их продавать на своей площадке, или, может, даже отшивать на своих производствах. Ну, мощностях, да, на производстве. На своем производстве тогда это было бы просто прекрасно. Ну, вот я хочу от себя сказать, что футболки получились потрясающие, когда мы пришли, примерили их, и увидели, и поняли, что это просто самое сердце. Спасибо вам за то, что вы нам их подарили, я буду носить. То есть я буду не просто носить, я буду носить с гордостью. И я думаю, что это действительно дизайнерская вещь, и они стоят того, чтобы все-таки выпустить их на поток и продавать массово. Для детей это самый главный комплимент о том, что то, что сделали они, в итоге пользуются популярностью, и кто-то хочет носить на себе такие футболки. На самом деле, когда мы стали разговаривать с нашим дизайнером, с Наташей Суходовой, которая взялась за эту работу, мы предоставили ей полный полет для творчества. У нее было огромное количество рисунков наших детей, отсканированных, отфотографированных. Она нам делала не одну коллекцию открыток, мы с ней работали уже несколько лет. И она из всей вот этой массы рисунков детей пошла просто за ребенком, за вот этой идеей, за фантазией детской. И вот надергала разные рисунки, их каким-то образом скомпилировала. И получились целые истории на футболках. И все это получилось в целую коллекцию. Конечно, мы хотим, чтобы это пошло в народ. Чтобы это где-то продавалось, чтобы люди... Ну, просто видели, да, это? Да, да. Я думаю, что это достойно, эти работы достойно того, чтобы быть на рынках нашего города и не только. Хорошо, а кроме футболок в центре, вот, да, Вячеслав Владимирович кивает как раз. Кроме ваших футболок в центре, какие изменения, какие-то новые направления работы вы планируете? Потому что все-таки большое помещение в центре города дает вам большие возможности, чем раньше. Да, возможности дает большие. Кроме того, что у нас большая очередь из детей, которые к нам просто физически пока не могут попасть в наше действующее центр на Егоровской 4. Мы сможем большему количеству семей оказать помощь, которой они сейчас нуждаются. А для ребят, которые постарше и уже у нас занимаются, и не только те, кто придут в дальнейшем, мы сможем создать мастерские, в которых будут ребята учиться трудиться. То есть навык трудиться — это тот навык, который нужно тоже формировать. Не только у детей с инвалидностью или с особенностями развития, у обычного человека навык трудиться тоже надо формировать. И уже сейчас мы работаем над этим, и у них первые такие как предмастерские идут. Они знакомятся с глиной, знакомятся с ткачеством, с тростневодством. А в дальнейшем они будут в этих мастерских работе создавать изделия, которые мы будем продавать. И это изделия, которые абсолютно будут конкурентоспособными на рынке. Потому что, как показывает практика, как показ этот наш состоявшийся изделия, сделанные руками наших детей, абсолютно достойно могут существовать на коммерческом рынке. А какие мастерские будут? То есть какие изделия, из какого материала дети смогут производить? Мы планируем керамическую мастерскую. У нас будет печь, в которой будет обжигаться. И все по канонам, по всем технологиям будут создаваться глиняные изделия. Будут ткацкие мастерские, кулинарные у ребят будут. Они будут готовить, учиться и так далее. То есть вот такие мастерские планируются в новом центре. Новый центр обширный. То есть места хватает для всего и вся? Или как? 500 квадратов, конечно, позволяет на сегодняшний день нам вот эти мастерские создать и оказывать помощь в данном направлении. Но, мне кажется, в дальнейшем мы когда-нибудь захотим еще больше. Вер, я так понимаю, что перед вами сейчас стоит вопрос ремонта и вообще вопрос содержания вашего центра. Сколько стоит содержание в год? Содержание нашего сегодняшнего центра? Нет, нового. Если подсчитывали. Нет, мы пока не подсчитывали. Мы пока бьемся со сметой, с ремонтом. Поэтому мы, ну, лично я такой информации не располагаю. Сколько будет стоить содержание нового центра? А сколько нужно для ремонта? Да, довольно сложно. Ремонт предварительно смета 3,5-5 миллионов рублей. Это ремонт, внутренняя отделка помещений? Да. Ремонт предстоит там серьезный. Сейчас мы с подрядчиком ведем переговоры. То есть это только ремонт и отделка, да. Как вы эти деньги планируете собирать? Вы пишете заявки на гранты. Что вы делаете? Да, часть средств у нас будет из средств грантов, чем как раз у нас сейчас занимается Лена Лянгузова, руководитель центра. Она пишет уже очень много грантов, написала и защитила, и выиграла. Мы планируем большое количество разных акций фандрайзинговых, вот, интересных, разнообразных. И с помощью, например, вот «Купи кирпич», о том, о чем мы разговаривали немножко раньше, мы всю смету, нашу 3,5 миллиона рублей, условно раздробили на 10 тысяч кирпичиков. Получилось, что один кирпичик нашего нового дома стоит 350 рублей. И любой житель города может этот условный кирпичик купить и вроде бы как заложить тоже в наши стены свой вклад. И каждый вклад ценен, неважно, это 350 рублей или это 350 тысяч, это каждый вклад очень ценен. И мы ждем участия каждого. То есть помощь не бывает маленькой, она либо есть, либо ее нет. Где можно это купить? Это можно зайти, если на сайт наш РОРДИ, у нас есть «Как нам помочь», там формы помощи разные. То есть можно переводом в банки, это может быть смс-пожертвование на 3443 со словом «Ребята», пробел, сумма и обязательно подтвердить повторным смс. Если повторного смс не пришло, значит попробуйте, пожалуйста, еще раз. Вот у нас одна минута буквально осталась до конца. У меня последний вопрос к Вячеславу. Вот скажите, пожалуйста, вам как интереснее участвовать в благотворительности, когда просят, просто приходят и просят, помогите нам, пожалуйста, деньгами? Или когда вы можете ощутить свою сопричастность, пробежать какую-то дистанцию, поучаствовать в благотворительном аукционе? То есть что-то своими руками сделать для этого? Ну, так как мы работаем в мире моды, то мы многое что производим, многое что придумываем, мы можем считаться, так скажем, творческой компанией. И я вот смотрю на «Ради», то, что они делают, они тоже пытаются творить, потому что вот так вот просто собрать деньги, может быть, это сложно получается. Нужно пробовать, пробовать с помощью забегов, с помощью аукционов. То есть здесь вот в этом плане мне приятно с ними сотрудничать, приятно дружить, потому что, ну, и они творческая компания, и делают все красиво, достойно, со вкусом. Ну, и мы тут точно так же стараемся не отстать. Может быть, кстати, в результате вашего сотрудничества родятся какие-то изделия из меха, кто знает? Я думаю, что вполне возможно, и футболки мы могли бы в магазине продавать, например, почему нет? Уже родилась одна идея. Вера, один канал дистрибуции у вас уже есть, но я думаю, что на этом нужно нам заканчивать эфир. Говорили мы сегодня о благотворительности, в общем и целом о благотворительном аукционе и показе особых моделей на Гауди Fashion Night 29 апреля. Я благодарю вас за эфир. С нами сегодня были Вера Каратаева, специалист по благотворительным акциям общественной организации «Родители и детей инвалидов. Дорога и добра». И также Вячеслав Вакушин, генеральный директор компании «Мехико». Сейчас мы уходим на новости, тематические программы, рекламу и вернемся в следующем части. Продолжение следует...